Слово святого Иоанна Златоустова о Девстве. Продолжение. Кроме этого, я и теперь скажу то, что говорил в начале. От нас требуется не такая степень добродетели, как от них. Теперь нельзя быть совершенным, не продав всего, не отказавшись от всего, не только от денег и дома, но даже и от души своей. А тогда еще не была указана такая строгость. Что же, скажут, разве мы теперь живем строже, чем патриарх? Мы должны так жить, и это заповедано нам, но мы не живем. И потому далеко отстаем от того праведника. А что нам принадлежат большие подвиги, этому всякому известно. Посему иное Писание не просто прославляет, но с некоторым прибавлением. Ну и говорит, был человек праведный вроде своим, ходил пред Богом. Бытие 6.9. Не просто совершенный, но в то время ибо многих видов совершенства, которые определяются различными временами. В течение времени бывшее некогда совершенным, потом становится несовершенным. Например, некогда был совершен тот, кто сжил по закону, который, исполняя сказанное в Писании, человек будет жив. Книга Левита 18.5. «А Христос, пришедший, сказал, что это совершенное несовершенно. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Матфея 5.20. «Тогда только убийство считалось жестоким, а теперь один гнев и злословие могут вовлечь гиенну. Тогда наказывалось только прелюбодеяние, а теперь даже бесстыдный взгляд на жену не освобождает от наказания. Тогда только клятва преступления было от лукавого, а теперь и клятва. Что сверх этого, то от лукавого, говорится в Писании Матфея 5.37. От людей того времени не требовалось ничего больше, как любить любящих, а теперь это великое и дивное дело так несовершенно, что по исполнению его мы ничем не превосходим мытарей. Почему же не одинаковые предстоят награды за одни и те же добродетели для нас и для ветхозаветних? Но мы, если желаем получить одинаковое, с ними должны оказать большую добродетель. Потому что теперь излилась великая благодать Духа и великий дар пришествия Христова. Благодать сделала людей из младенцев мужами совершенными. Как мы от наших детей, когда они сделаются юношами, требуем гораздо больше доблестей. И за то, что в детском возрасте мы прежде хвалили их, мы уже не восхищаемся тем же, когда они станут мужами, но требуем от них другого гораздо большего. Так и Бог в первые времена требовал невеликие дела человеческого рода, как находившегося в младенческом состоянии. Когда же он услышал пророков и апостолов и получил благодать Духа, то Бог возвысил степень добродетели, и это справедливо. Он назначил и большее воздаяние, и гораздо более светлые награды. Уже не земля и земные блага, но небо и блага, превосходящие ум, предстоят праведникам. Итак, не безрассудно ли ей возмужавшим оставаться при прежнем младенчестве? Тогда природа человеческая разделялась сама в себе, и была непримиримая борьба. Рассуждая о ней, Павел так говорит. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Римлянам 7.23 А теперь этого нет. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего, подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Римлянам 8.3 За это, воздавая благодарность, Павел говорит. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом». Римлянам 7.24.25 Посему мы справедливо наказываемся за то, что, сделавшись свободными, не хотим идти наравне со связанными, или лучше сказать, если мы будем поступать одинаково с ними, и тогда не освобождаемся от наказания. Тем, которые наслуждаются глубоким миром, должно достигать гораздо больших и славнейших трофеев, нежели тем, которые сильно удручены войною. Если мы будем вращаться около денег, роскоши и жен, и заботиться о делах, то когда же мы будем совершенными мужами? Когда будем жить духовно? Когда будем заботиться о Господне? Неужели по исходу отсюда? Тогда уже время не трудов и подвигов, а венцов и наказаний. Тогда и девственница, если не будет иметь масла, светильников, не сможет получить его от других, но останется вне чертога. Если кто явится одетым в грязное деяние, не сможет вышеджи переменить одежду, но будет ввержен в огонь геемский. Если даже будет просить самого Авраама, уши не достигнет никакого успеха. Когда наступит определенный день, сюда поставлено будет седалище, восядет судья, потечет река огненная, и потребуется отчет в делах наших. Тогда уже нельзя будет нам получить разрешение грехов, но волею и неволею мы будем привлечены к должному наказанию за них. И тогда никто не может умолить за нас. Но если бы даже кто-либо, имеющий дерзновение, равное с великими дивными мужами, как Ной и Ио в Даниил, стал умолять хотя бы за сыновей и дочерей своих, не достигнет успеха. Грешникам необходимо будет подвергнуться вечному наказанию, ровно как праведникам удостоится наград. А что ни тем, ни другим не будет конца, это удивил Христос, сказал. Христос сказал, что как жизнь будет вечную, так вечным будет и наказание. Когда он одобрил стоявших по правую сторону, осудил стоявших по левую, то прибавил. И пойдут сие в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Матфея 25, 46. Посему всячески нужно все благоустроять здесь, и имеющему жену быть как не имеющему, а действительно не имеющему вместе с детством упражняться и во всякой другой добродетели, чтобы по исходе отсюда не рыдать нам тщетно. Аминь.